Всем привет! 20 марта, пивная пятиминутка и Илья. Сегодня у меня на дегустации джевер. Сорян, кому резануло слух, просто я читаю всегда по-английски названия. Ой, кривая этикетка, как наклеена. Потому что, наверное, многие называют его евер. Ну, как вот ягермастером, по-моему, через дже пишется, да? Ну, вот я джевер. Я вот как привык с класса, когда он у нас появился, в нулевых, в начале нулевых. Как я привык со школы называть его джевер. А, точнее, пробка у меня появилась. Так я его всегда так и называл. Пилснер это у нас. Но, какой пилснер? Смотрите, у меня есть фирменный бокальчик джевер. Этот пилснер у нас из набора. О, видели эту красивую 0.33 бутылку. 0.5 я тоже видел, но только в Дьюти Фри. Фирменная пробочка, все дела. В чем тут фишка-фишка? В чем этот вот, вот эти вот два экземпляра. Они из набора. Для моего первого канала, который я благополучно забросил. Надо уже что-то как-то там начинать выкладывать видео. На самом деле, что-то... Виде-то у меня заснятые, но я их что-то не выкладываю. О, сотые. Кто там любит? Вот. То есть, одну бутылочку я оставил для обзора для второго канала. Естественно. И, естественно, просрал сроки годности. Сразу. Давайте определимся на берегу. Это пиво для первого канала. Unboxing Beer, который мне понравилось. Прямо вот, сука, оно вкусное. Реально вкусное. Не зря его хвалят. Вот прям за дело. Но фишка в чем? Что оно у меня просрочилось и выпало в осадок. Хлопьи уже плавают, к сожалению. Поэтому я сегодня, ну, этой неделе и начал с немецкого пива. Там уже давно стоит всякое пиво. И, как бы, пора уже. Ну, не сильно просрочилось, как бы, месяц. Ну, как не сильно. 15.02 выходил срок годности. Давайте, вот, кстати, тоже сравним, как бы, когда оно было молодым и как оно сейчас. Вот, прямо месяц про сроку. Кроме хлопьев, повлияло ли это на вкус? Ну, оно сейчас вообще безалкогольным пахнет. Ладно, сейчас повыбиваем немножко ароматик. Ну, это надо подпить вот так вот, чтобы повыбивать аромат. Много налил. Так, пиво светлое, пастелизованное, фильтрованное, джевер. Евер, да, вот, пишет перевод. Евер, пилснер. Ну, сорян, у меня уже привычка. 20-летняя, как бы, я его всегда джевером называю. Объем 0.33, изготовитель фрейсисчес. Опять же, читаю чисто по-английски. Может, по-немецки оно по-другому звучит. А! Фрископиуаре. Фрископиуаре, блядь. Ну, вот видите, оказывается, вот перевод у нас есть. Фрископиуаре, евер, все дела. Фрископиуаре в евере. Германия. Так, импортер нахуй. Состав вода, питьевая, ячменный солод, хмель. Алкоголь 4,9 у нас в этой бутылочке. А плотность они... Нет, написали 11,3. Но, скорее всего, опять наши просто отбалды нахерачили. 11,3. Ладно, так и запишем. В общем, все. Давайте приступать к дегустации. Тонкий такой аромат солодовый. Кстати, может, это не без алкоголка уходит аромат, а вот в хлебушек. Давайте пробовать. Карбон херачит. Ну, блин, бокал реально грязный. Пытался я... Вот что неудобно, это отмывать вот такую форму бокала. Это просто жесть. Причем стекло очень тонкое. Еще там полезешь, поверьте мне, щеткой мыть, да? Еще полезешь, как-нибудь резко что-нибудь довонешь, и у тебя еще... Все это дело хрустнет. Так что... Как бы я старался его нежно отмывать. Но карбон идет снизу. То есть, если бы он был совсем грязный, я просто вижу эти. Он на света капли запечатлел, что вот они везде есть. Но карбон идет снизу, не с боков. Вот видите, пузырьки не с боков идут. Цвет красивый, золотой. Базар Азира. Может, реально оно такое карбонизированное? Потому что не со стенок. Вот когда бокал грязный, не со стенок херачит. Давайте пробуем. Интересно, что изменилось. Вроде я запомнил вкус. В принципе, то же самое пиво. Пиво, кстати, не испогательное. Ну, в плане того, что там... Не испогалнилось в плане того, что просроченное, да? То есть, нету каких-то уже ноток таких. Но хмелек... А вот он. Ух ты! Он сейчас только поступать начал. Но, по идее, должен быть на вкусе. Раньше был. Сейчас хмелек чувствуется. Он такой, я еще здесь, не прощайся со мной. Да, когда я его пробовал, оно было насыщеннее. Оно было... Ярче. Вкуснее. Но, по крайней мере, оно... Оно... Хоть и выпало в осадок, так сказать, да? Но оно, по крайней мере, не испортилось. В плане... Чтобы там какие-то уже дефекты чувствовались. Оно так же ровненько. Солодовенько. Хмелек. Он в послевкусии уже идет. А когда я его пробовал на обзоре... Ой, надо залить эти все обзоры уже. Для анбоксин-бира. Там, 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 там. Там я его прямо чувствовал на глотке, этот хмель. Сейчас он на послевкусии, он на языке остался. На корне языка где-то там. Но тоже неплохо. Его не зря хвалят, на самом деле. Пил хороший. Если где-то увидите, обязательно возьмите. Но это будет дорого стоить. Оно дорогое, между прочим. Ну, блядь. Не оно дорогое. Дютифри сам по себе дорогое. То есть, в Дютифри я его видел, там, за 0,5. Или в метра, блин. Нет, метра не было. Дютифри, по-моему, 0,5, что-то там, за 250 стоило. Но это еще те времена, до, чуть ли не до ковидные. Нет, тогда еще не занимался этим делом. А, ну я тогда начинал. Я начинал интересоваться, где что продается. Рассматривал ассортимент. То есть, ну, где-то 20-й год. То есть, сейчас оно, наверное, 30-50, наверное, стоит. 310. Но Дютифри, он сам по себе очень дорогой. Сами знаете. Я вообще не понимаю людей, которые... Хомельком запахал. Которые ходят туда закупаться. Пивом, именно пивом. То есть, заходишь туда, посмотреть. Но там, какой есть ассортимент пива. И оно может там просто на 50, на 100 рублей дороже стоить, чем в масс-маркетных магазинах. Я просто охеревал. Я просто стоял такой и ржал. Но дать им должное можно. То, что там можно найти. То, что нигде вообще и больше в городе не продается. Только в Дютифри. Хочешь какой-нибудь себе эксклюзивчик закупить. Ну, как эксклюзивчик. Просто то, что не продается. Особенно из Германии. Что-нибудь там очень часто они завозили. То есть, идешь в Дютифри и покупаешь себе какой-нибудь Хелес за 300 рублей. В чебуражке аутентичной. И все. Так. Что-то я опять разболтался. Все, пил попробовали. Сразу, я вам говорю, рекомендую. Увидите. Я уже сказал. Сколько можно повторять. Обязательно попробуйте. Не пожалейте денег. Сколько бы оно сейчас не стоило. В вашем городе. Вот и все. Но на этом не будем прощаться. Просто не болейте. Берегите себя. Будьте здоровы. Открывайте для себя новые стили пива. Открывайте для себя... Это пилснеры, естественно. Открывайте для себя новые пивоварни. Это пивоварня... Как там? Фрисская пивоварня в Евере. Блин, мне так и писать. Потом писать. Европилснера. Я вот вообще не понимаю, как мне писать в этом. В описании. Ну, видимо, полностью так придется масломасленно там херачить. И все. Не прощаюсь. Ждем второе видео. Вторым видео у нас будет масс-маркет. Новиночка для нашего города. Из... Юрочки. Все. Давайте. Увидимся. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok